С чего начинается хорошее утро? На мой взгляд, с чашечки ароматного кофе и интересной беседы. Мы с вами сегодня приехали туда, где каждое утро начинается со знаний. Друзья, мы у одного из филиалов Ульпана Ютайм, и нас сегодня ждет интересный разговор с интересным человеком. Гость сегодняшнего выпуска Юрий Левитан, основатель и руководитель одной из самых крупных сетей Ульпанов в Израиле Ютайм, а также кандидат в заместителе мэра города Халон и руководитель списка Наш Дом Халон. Мы поговорим про образование в Израиле, новых репатриантов, их проблемы и заботы, а также их победы. Узнаем, почему некоторые из них уехали из Израиля с началом войны 7 октября и почему многие остались. Обсудим предстоящие муниципальные выборы, а также узнаем, почему Халон наименее привлекательный город для новых репатриантов, а главное, как это исправить. Давайте поскорее начнем! Юрий, добрый день! Добрый день! Рада приветствовать вас на моем канале. Для начала, пожалуйста, расскажите моим зрителям о себе. Я вас уже представила, но мне интересно, как вы сами сейчас себя представляете. Вы, в первую очередь, директор Ульпана, сети Ульпанов, или вы политический деятель, или все вместе? Во-первых, добрый день. Во-вторых, мне приятно, что вы пригласили меня. Не часто выпадает счастье давать интервью настолько симпатичной и в то же время обаятельной журналистке. Спасибо. У меня, к счастью, нет раздвоения личности, и я для себя не отделяю вот настолько директор или общественный деятель. Одно не исключает другое, наоборот, одно вытекает из другого. По той причине, что у нас достаточно огромная сеть, у нас очень много студентов, много репатриантов. И ты живешь этим, живешь 24-7. И ты решаешь вопросы, далеко не имеющие отношения ни к процессу обучения, ни к чему, потому что это новый репатриант. У него есть миллион вопросов. Что такое Арнона? За что с меня берут деньги? Банк присылает какие-то счета. Ты начинаешь во все это вникать, ты собираешь команду, потому что ты не успеваешь этим всем заниматься. И вот с этой командой вы занимаетесь вот всей этой деятельностью. В результате это становится общественная деятельность. И вот этой границы, где ты становишься директором Ульпана, и где ты переходишь через границу в общественные деятели, ее практически нет, потому что ты все время в этом живешь при таком вот огромном количестве людей, с которыми ты ежедневно сталкиваешься. Понятно. Ну тогда расскажите, пожалуйста, подробнее, где мы находимся, что это за такое волшебное место, тут абсолютно невероятная аура, атмосфера, хочется сразу взять ручки, учебники и учить иврить прям срочно. Во-первых, если хочется, мы готовы вам дать и учебники, и ручки. Я не сомневаюсь. Во-вторых, мы находимся в главном отделении, в центральном отделении сети Ульпана в Ютайм. У нас достаточно большая, по израильским меркам, и самая большая сеть Ульпанов и колледжей профессиональных по подготовке, переподготовке, получение новой профессии, курсов, которые под всевозможными министерствами, ведомствами находятся. У нас 37 филиалов. От Бершевы на юге до на Арии на севере. Практически во всем, что называется городом в Израиле, у нас есть отделение. Все отделения всегда расположены в центре, так как мы находимся сейчас в Решон-Лиционе. Это самый центр города. И потому что мы понимаем, что ребята, которые к нам придут учиться, они не успели купить машину. Они только прилетели в Израиль или только начали оперяться. Поэтому они должны иметь возможность добраться элементарно до места, где они хотят изучить язык, чтобы нормально ощущать себя в этой стране. У нас 283 преподавателя. Это огромный штат по израильским меркам преподавательского состава. И исключительно профессионалы. Мы их собирали годами, вот пинцетом, вытаскивая каждого. Первых мы начали отбирать по рекомендациям репатриантов. Как только репатрианты писали, я училась у этого учителя, это Бог и лучше нету. Мы находили этого учителя, предлагали любые условия, любые зарплаты и переманивали этих преподавателей к себе. Таким образом мы смогли собрать костяк и практически всех, так было в Хайфе, так было в Бершеве, так было в Ришане, во всех городах, мы собрали практически уникальный педагогический состав, на мой взгляд, лучших. Это то, чем я, чем славится и то, что ценится в этой системе. И после этого, конечно, у нас появилась система, методология, но грех было с таким преподавательским составом к этому не прийти. То есть вы считаете, что ваш Ульпан выделяет среди всех остальных сильный такой педагогический состав? Это не единственное. Это одна из самых, наверное, сильных сторон. Второе. У нас Ульпан не школа для ботаников и зубрежки. Мы немножко раздвинули границы, потому что кроме преподавателей есть административный коллектив, такие же талантливые. И практически мы всех взяли из этой алии. Людей, у которых шикарный бэкграунд, они достигли каких-то высот оттуда, откуда они приехали. И мы решили, что это не может быть просто школа изучения какого-либо языка или вот чего-то такого. И мы построили на базе этого комьюнити, такое сообщество, куда люди хотят приходить, в том числе и выучить язык. И мы сняли во главе угла, что иврит – это тяжело, это стигма, когда все приезжают, это выучить невозможно, этот язык. Это все зависит от методики и от психологии преподавания. Мы с первой минуты говорим, ребят, иврит – это погода, когда вам жарко все время. Это ментальность. Это горячие, теплые израильтяне, которые готовы вас обнимать, целовать, приглашать на шабаты. Это запах и вкус пит, шварм, хумусов. Это все есть иврит. И только вот через это вы можете стать израильтянами и выучить иврит. Израиль же очень простой. Улыбаешься, он улыбается тебе. Скорчему физиономию лучше не видеть, что он скорчит в ответ. У вас здесь действительно все улыбаются. То, что я видела сейчас за кадром, приходят какие-то люди, ученики. И вы выходите со всеми, здороваетесь, они здороваются с вами. То есть они вас знают, у вас нет такого, что вот закрытая дверь, руководитель отдельно, все остальное отдельно. Я приехал репатриантом в эту страну. Все, чего мне не додали, я решил вернуть с Торицей. Это было единственное. Я честно знаю всех наших студентов во всех городах. Я езжу в каждый город, езжу в каждое отделение. Я практически бываю на всех открытиях новых групп. Если шесть групп в день в разных городах, я могу не успеть на все открытия. Но я езжу везде, я приезжаю, я знаю наших студентов. Мне приятно с ними общаться. Это глаза, это счастье. Это люди, которые, приехав сюда, должны понять и ощутить всего одну маленькую вещь. Это то место, где их ждали. Если человек это ощущает, все остальное уже придет. Я очень часто выступал там на всяких ярмарках, всевозможных. Мы летали в Украину, Россию, Грузию, Белоруссию. Выступать перед репатриантами от разных фондов. Я всегда говорил, заканчивая свое выступление, я желаю вам, когда мы говорим, встретимся дома, чтобы под словом «дом» вы подразумевали Израиль. Прекрасно это звучит, действительно здорово. Скажите, а вот для таких, как я, репатриантов, которые в стране уже почти два года, которые уже закончили Ульпаны Алиф и Бет, и сейчас активно работают, чтобы выжить в Израиле, и у них не так много свободного времени. Для таких людей есть, может быть, занятие по Зуму или что-то такое? Мы сделали все для того, чтобы люди могли реализовывать себя. Я знаю, что такое работать в Израиле. Я по сей день прихожу на работу 8, полдевятого, девять, ухожу отсюда в 12 часов ночи. И это много лет. Мой отпуск бывает максимум 4 дня, 3 ночи. Вот минимально, насколько я могу выехать в годы страны. Я знаю, сколько часов работают израильтяне. Это страна трудоголиков. Но ты должен развиваться, ты не можешь все время стоять на этом месте. Мы придумали уникальные всевозможные курсы, в том числе и по Зуму. У нас есть юридический Ульпан. Ульпан для учителей физики и математики. Они гениальные учителя. Они не знают вот этой терминологии. А наши школы нуждаются в таких учителях. Мы придумали Ульпаны для инженеров и архитекторов. Мы построили Ульпаны для бухгалтеров, экономистов, люди, которые должны уметь читать законы и налоговые всевозможные ведомости. У нас есть шикарные Ульпаны для юристов, нотариусов, адвокатов. Мы проходим там частично арамейский. Вот то, чем они пользуются в судах. Мы возим их в суды. Мы даем возможность пообщаться с действующими судьями. И человек, который, неважно, в Киеве, в Москве или в Минске, 20 лет был судьей, он, разговаривая со своим коллегой, он начинает понимать, в чем разница систем, в чем разница отношений. Это все другое. Это называется одним словом «Израиль». Ну, судя по тому, что вы только что рассказали, я понимаю, что вы постоянно находитесь в контакте с Алиуми, и вы этим живете. То есть вы очень много знаете про репатриантов. И вот как бы вы описали, кто такие сегодня новые репатрианты, и, что важно, как на них отразилась война? Это два тяжелых вопроса, и которые мы тогда их попробуем распределить. Во-первых, та Алия, которую называют тыквенной, еще какой-нибудь. Люди приехали с какими-то стигмами, что все едут сюда на никоен, на уборку. В лучшем случае, при большом везении, они будут сидеть на кассе в супермаркете. Это абсолютная неправда. Люди, которые приезжают сейчас, у них потрясающее образование, у них оригинальное мышление, у них все есть, у них шикарный бэкграунд. И не надо ничего придумывать. Если вы занимались в той стране исхода фундаментальными научными разработками, продолжайте. Вы нужны этой стране, вы нужны в этой профессии. Да, надо писать кучу автобиографии отправлять, надо ходить на собеседование. Поверьте, вы найдете и вас найдут. Израиль так устроен. Если вы занимались каким-то искусством, ремеслом, ищите себя. Поверьте, в этой стране вы нужны. Вы найдете себя, эта страна вас ищет. Может, вы еще не встретились. Вы ходите по параллельным улицам, выходите в разных городах. Делайте быстрее шаги, делайте шире шаги. Но надо что-то делать, невозможно приехать и заплакать. То есть, возможно, но бессмысленно. Есть здесь кайф. В Израиле нет понятия. Вам 50, вы старый человек. Здесь 65, люди начинают жить. Дети выросли, внуки перестали каждый день дергать за юбку или за штаны. Человек начинает жить. У меня масса людей приходит на профессиональные курсы, успешные, врачи, адвокаты. Я хочу переучиться на косметолога. Почему? А я всю жизнь мечтала. Здесь нет вот этого ограничения возраста, когда человек может себе позволить плевать, в каком возрасте. Евреи не зря делают пожелания до 120. Потому что, с учетом нашего битуа-клюми, я думаю, скоро пенсионный возраст будет 95. Поэтому в 60 и в 70 можно пойти и получить новую профессию. Звучит очень вдохновляюще, конечно, прекрасно. Я как раз таких людей видела у вас в Ильпании, вот именно уже взрослых. Я бы даже сказала пожилых. И они с таким удовольствием приходят. Я вижу, что они здесь как в тусовке. Им есть с кем пообщаться. Тут реально как будто... Это же клуб по интересам. Мы же их по возрастам подбираем. Мы им делаем экскурсии. Мы в прошлом году, на Новый год деревьев, на Тубишват, открыли парк нашего Ульпана. У нас шикарный парк, в шикарном месте. У нас с левой стороны парк Владимира Семеновича Высоцкого, справа семьи Абрамович. А сзади нас колониотовые, цветущие, маковые, красные поля, куда вся страна ездит летом во время цветения фотографироваться. Каждый репатриант посадил дерево. Мы пошли по очень простому пути. Мы сказали, есть три заповеди. Детей вы сделаете сами. Квартиру вы, надеемся, заработаете. Дерево мы вам поможем посадить. Мы дали каждому репатрианту по кипарису. Они посадили свое дерево. У каждого есть свое дерево. Три-четыре года, и они могут нам, пообещал фонд Кокаль, поставить там мангалы. Они могут приехать своими детьми и внуками жарить шашлыки под тенью собственно посаженных деревьев. И это их кусочек земли. Каждый получил диплом номерной, что это вот кусочек его земли в Израиле. Это то, что называется пустил корни. С нашей точки зрения, с моей личной точки зрения. И мне кажется, это и дает вот эту атмосферу, чувство, дома ты или ты приехал посмотреть. Ну а вот с началом этой уже такой затяжной довольно войны, как вы заметили, может у вас есть какая-то статистика внутренняя, или может так видно невооруженным взглядом, насколько много человек решили уехать обратно в свои страны исхода. Мне кажется, это как раз те, кто пока не почувствовал себя здесь дома. Во-первых, я не хочу и не готов и не буду судить никого, кто уехал или не уехал. Это право каждого человека. Я знаю массу людей, наших учеников, наших бывших учеников. И они, может, и любили, и любят эту страну. Она мама, у нее маленькие дети. Она не хочет их подвергать риску. У нее есть возможность уехать. Я не готов вот входить вот настолько глубоко. Вы покинули, вы убежали. Это нормально. Любая мать должна сохранить жизнь своему ребенку. И разные города по-разному реагировали. У нас мы буквально на второй-третий день придумали, ну если назвать модными словами, такой флешмоб, поскольку мы большая сеть по всей стране. И мы своим репатриантам с северных отделений, Хайфа и Мигдалия Эм и Кафула, все вот эти города, предложили пригласить репатриантов с юга. Таких же репатриантов, которые поехали в Ашкелон, в Сдирот и так далее. Огромное количество откликнулось. Это те же самые люди с тех же стран и городов. Когда они начали помогать, ну, комнату дали. Ну, они были причастны, они помогали. Разные города по-разному реагировали. В Ашкелоне тяжелая ситуация. Сдирот практически выехал. Люди нервничали. Мы были все время на связи. Мы заставляли их учиться в зуме. Это единственное, что их выводило из шока, потому что 2-4 часа сидеть в новостных лентах, можно было сойти с ума. Сирены, новости, новости, сирены. Когда мы заставили, уговорили, убедили, как угодно, называйте, выйти в зум и заняться изучением языка, мы пытались им объяснить, что война закончится, но язык-то вам пригодится. И самое главное в этом был процесс. Люди переставали вот эту новостную ленту прокручивать 2-4-7. Они отвлекались, они понимали, что да, война, но есть жизнь, есть погода, есть что-то еще, кроме этой войны. 4 часа занятий, 3 часа, но невозможно. То есть это и была, мне кажется, та спасительная ниточка, по которой они в конце концов смогли вылазить, выходить. А то, что да, конечно, есть те, кто уехали и не вернулись. Есть те, которые уехали и вернулись. Есть абсолютно разные. Огромное количество людей, во-первых, осталось. Много уехало, но огромное количество осталось. Во-первых. Во-вторых, есть программы, мы работаем со всеми программами. И программа МОСА, это молодые люди до 35 лет с высшим образованием. Они приезжают познакомиться с страной, понять, нравится, не нравится. И в конце они, если принимают решение, остаются в стране. Мы работаем с этими программами. Они, которые приехали, у нас они изучают язык иврит. Они были 2, максимум 3 недели в стране. У них из 150 человек 3 человека уехало всего. Они все волонтерили. Они все помогали. Они ездили куда-то в части. Они готовили халы и раздавали солдатам. Я понимаю, что это не самая богатая прослойка. Они покупали какие-то футболки, носки солдатам. Это вот есть то, что по-русски называлось соль земли. Огромное количество этих людей. Никто не спрашивал, ты был богатый, бедный, с Украины, с Узбекистана, с России. И мы израильтяне. У нас в армии служат наши дети. Наши общие дети. У нас одна беда на всех, у нас одна радость, одно счастье на всех, одно горе на всех. Вот пока мы не сплотимся, ничего не будет. Это и есть вот эта комьюнити израильская, если брать глобально. Кто-то уехал, кто-то вернется. Не знаю, да, уехало какое-то количество людей, но я не хочу и не буду их ни судить, ни обсуждать. Конечно, у каждого свои обстоятельства. Но я хочу сказать, не такая уж плохая наша волна репатриантов. Потому что нас, тех, кто недавно приехал, часто обвиняют в том, что мы такие и высокомерные, и трудиться не хотим, и работать не хотим. А вот те, кто приехал раньше, те трудились и работали. Такие разговоры, наверное, всегда были, всегда будут, да? А вообще ничего не изменилось. Если взять все волны 90-х, я не могу судить о волнах, которые были раньше, 73-й и так далее, но 90-е, 91-е, потом пошли 2000-е, потом 2010-е, 2015-е. Это все разные волны Алии, каждая имела свое название. Всегда были репатрианты, которые фыркали на коренных жителей. Всегда были жители, которые считали, что это колбасная Алия, эти приехали за колбасой, эти за своим лате и так далее. Это Израиль. Здесь у всего есть имя. У каждого дерева, у каждой улицы, у всего, у каждой волны Алии тоже есть свое имя. Это не говорит о том, что она плохая или хорошая. Каждая волна, она что-то приносит. Конечно, она что-то забирает, но она что-то и приносит. Кто создатели этой страны? Это тоже волна репатриации. При том, что это наши прародители, родители. То есть, это выходцы из тех же стран, откуда мы, говорящие на том же языке, на котором мы до сих пор говорим с вами. Эта волна вообще кайф. Она потрясающая. Она драйфовая. У нее хорошее образование. У нее классный IQ. Их надо настроить, как любую скрипку. Ты берешь, и вот это бим, и ничего не работает. Ее надо настроить. Ей надо помочь. Чуть-чуть протяните руку. Скажите, туда не ходи, сюда ходи, там снег в башка попадет. Все. Это то, чего не хватает этой волне. Каждой волне чего-то не хватает. Но мне кажется, именно вот эту легче всего направить. Потому что они уже приехали. Их научи, они готовы, они заряжены. Дайте им выстрелить, и все. Я согласна с вами. В том плане, что есть запал, приезжают люди. Я заметила, молодые люди. И у них прям вот есть желание что-то менять к лучшему. Я надеюсь, что у них получится. У них есть потенциал, не только желание. Им просто руку. Протяните руку. Все. Юрий, я знаю, что вы репатриировались в Израиле 26 лет назад. Поправьте меня. 28. 28 уже. Прошу прощения. И я знаю, что вы приехали в город Халон, и там и живете по сей день. И также за кадром мы с вами обсуждали, вы обмолвились, что Халон считается одним из самых непривлекательных городов для новых репатриантов. Я сама репатриировалась, живу в городе Халон, но мы это сделали именно потому, что мы нашли там квартиру подходящую. Я об этом уже много раз рассказывала на своем канале. То есть это случайность. Я не могу сказать, что я вижу в Халоне действительно много, большое количество каких-то плюшек для репатриантов, для молодых людей именно. Какие еще причины вы видите? И главное, можно ли это как-то исправить в ближайшее время? Какой вы видите выход? Во-первых, я Халон обожаю, потому что я приехал в Халон, и все эти годы я честно живу в Халоне. Халон находится в идеальном месте. У нас 15 минут до любой точки, до аэропорта, до моря, до Тель-Авива. Мы находимся в самом шикарном спальном районе Гуждана. Но наши соседи, которые действительно повернуты лицом к репатриантам, к молодежи, к любым начинаниям, они отбирают все. Посмотрите на Батьям, посмотрите на Ришон Лицион. У них тысячами репатрианты, дети. Халон случайно попавшие. Такие, как вы, мы случайно нашли квартиру. Я не хочу, чтобы в Халон попадали случайно. Я хочу, чтобы в Халон ехали специально не в Израиль, а в Халон. Чтобы они понимали, человек, который завтра садится в самолет в аэропорту Бен-Гурион, говорил, мы в Халон, не перепутайте направление такси. Сегодня просто никому они не интересны в этом городе. Так устроен город, так устроено муниципальное руководство, так устроен муниципалитет, который он не замечает, он не знает, он не понимает и не хочет понимать, что самое лучшее – это репатрианты и молодежь. Я ни в коем мере не хочу никого обидеть, но молодежь и репатрианты – это и есть тот самый главный двигатель всей жизни в Израиле. Если в эти города соседи едут репатрианты в Халон, случайно нашедшие квартиру. Поэтому у нас в цифровом исчислении мы стоим далеко от того, что хотя бы дойти до середины. Я занимаюсь этим по мере сил, я пытаюсь помогать людям, я стараюсь им помогать. И, наверное, это одна из причин, почему я непростое для себя решение принял, но я принял решение идти на выборы в муниципалитет Халона. Это не столько политическая история, сколько, наверное, хозяйственная. Хозяйственная в том смысле – в этом хозяйстве надо навести порядок. И должны заниматься этим те, кто знают это, те, кто понимают в этом. Я все время живу и занимаюсь с репатриантами. Я знаю практически 95 вопросов до момента того, как их озвучили, потому что они у всех одинаковые. Я знаю, где болит у них. Я понимаю, что любая семья с детками, им не надо шестикомнатная квартира, им надо маленькая двушка, но по реальной цене. Это то, чего нет в Халоне. У нас все квартиры 5 и 6. Для кого? Для пенсионного фонда мы строим, но им тоже уже не надо. Дети уехали, внуки разлетелись. Двум старикам 6 комнат не надо. Для кого все время строятся эти огромные квартиры с огромными суммами выплат? Это должна быть такая инфраструктура. Это должно быть место. У нас, я скажу, в Халоне нету кинотеатра. У нас дети, я знаю по своему сыну, он ездил в Тель-Авив или в Решон-Лицион в кинотеатр. То есть ты вечером платишь за такси, такси везет, они смотрят фильм, кушают свой попкорн, возвращаются. У нас нету кинотеатра. Мелочь. У нас нету этих пабов. Почему в Решон-Лиционе все есть? Почему в Батьяма не едут? В Тель-Авива не едут? Почему к нам Тель-Авив не приезжает в Халон? У нас живут огромное количество талантливых, умных, красивых, всяких. Люди, которые хотят работать и платить налоги этому городу. Дайте им возможность. Давайте откроем кинотеатр. Давайте сделаем все, чтобы эта молодежь в очереди стояла, чтобы у нас была квота, чтобы к нам нельзя было попасть в Халон, как когда-то в советские институты евреям. Юрий, я вижу, что вас очень зажигает эта тема. Вы прямо горите ей. Поэтому давайте, раз уже зашел такой разговор, расскажите подробнее про основные пункты предвыборной программы, возглавляемой вами списком. Есть несколько основных пунктов. Я считаю обязанным себя помочь любым репатриантам и любым предпринимателям. У нас есть куча болевых точек в городе. Сегодня в связи с войной, в связи с абсолютно разными процессами, которые идут в стране и в обществе, у нас сегодня в 6 часов вечера люди стараются меньше ходить по улицам, люди не ходят в магазины. Я беру это как пример. Магазины терпят убытки из-за того, что людей стало мало, они работают. Это же элементарно. Город заинтересован, чтобы эти бизнесы процветали. Давайте пустим шаттл, который будет возить людей. Они спокойно приехали, прошли по магазинам, купили все, вернулись по домам. Это абсолютно копеечные проекты. Но город должен хотеть им помогать в этом. У нас какие-то безумно глупые штрафы. В пятницу овощные магазины выставляют свою продукцию посередине, чтобы ее не оставлять на выходные, потому что она пропадет. И тут же получают штрафы. Давайте примем закон, что в пятницу они имеют право поставить. Это городское решение. Есть масса каких-то мелочей, но все начинается с мелочей. То есть легко любить всех, трудно любить кого-то конкретно. Давайте начнем с каждого. Какие у кого задачи. Давайте поймем, где у людей болит. И это можно лечить. Красивые фразы, наверное, это хорошо, но не работает. Есть проекты в министерстве ведомств. Мы же социальное государство. У нас действительно выделяются огромные деньги на все это. Все города подали заявки, раздали компьютеры малоимущим репатриантам с детками. В Холонии никому не нужны компьютеры? Или почему у нас-то не проводилась компания? Есть какие-то программы, финансирование. Вы, как репатриант, вы сами слышали, к вам обратились, вам предложили какую-то помощь, то, что вам необходимо. Просто задали вопрос. Вы, как репатриант, чем мы можем вам помочь, как город? Вот это и есть ответ на мой вопрос. И это и есть ответ на те пункты, которые мы в своей программе и будем задавать. Ирина, насколько я знаю, вы активно ведете общественную деятельность, инициируете разные проекты, активности. Вот совсем недавно, вернее, когда только началась война, вы организовали сбор помощи. Вот в магазине Кибуцник, про который я все время рассказываю на своем канале в Холоне у нас. Туда люди приносили еду, пирожки, какие-то еще невероятные коробки с товарами, которые вы все своими руками грузили в машины и развозили туда нашим ребятам на юг. Недавно, я знаю, что вы сажали в Холоне, опять же, деревья за тех ребят, которые погибли на фестивале «Новое» и в Газе, из нашего города, из Холона. Я так понимаю, это все ваша инициатива? То есть это не какая-то там государственная программа, а это ваша личная инициатива? К сожалению или к счастью, это все личные, частные инициативы. Да, у меня есть в этом смысле партнеры, единомышленники, в том числе магазин Кибуцник, его директор, мой товарищ по совместительству Эли. Эли, привет. Я, пользуясь случаем, тоже хочу ему передать привет. Эли, привет. Я просто позвонил Эли на второй день войны по телефону и сказал, Эли, нам надо место в центре города, куда люди смогут приносить свои пожертвования. Это может быть абсолютно все, носки, пирожки, все, что угодно, то, чего не хватает сегодня нашим резервистам. Магазин был завален, мне звонил Эли и говорил, забирай свои ящики, нам уже негде ходить. У людей такой душевный порыв, люди несли, люди помогали. По сей день мы с Эли, огромное количество волонтеров, мы сами перегружали эту воду, мы возили в газу, мы возили в эти Кибуцы солдатам, мы раздавали, мы возвращались, опять загружались, опять уезжали. И это же война, которая коснулась каждого из нас. У нас студент Андрей Козлов, который закончил Ульпан, и как все студенты репатрианта, он искал подработку. Он подошел и говорит, слушай, я нашел классную подработку охранником на этом вот дискотеке в Кибуце. Молодой парень, 27 лет, Санкт-Петербург, питерский политех закончил. По сей день он заложник этой войны, этой ситуации. Мы не знаем, где Андрей, но у нас лежит его диплом, у нас лежит его оценка. Если у него есть возможность слышать, я не знаю, может передают, Андрей, мы ждем тебя, твой диплом ждет тебя, мы все ждем тебя. Мы посадили на Новый год деревья в этом году, к сожалению, по обстоятельствам Министерства безопасности, мы не можем ехать в наш парк, парк нашего Ульпана Ютайем, по разным соображениям. Поэтому мы решили посадить деревья в холоне в память о каждом погибшем из нашего города солдате, я не знаю по-русски можно ли сказать солдатке, и ребятах, которые поехали просто отдохнуть и повеселиться. И да, мы посадили на Тубешват вознаменование памяти, чтобы эти деревья росли и давали нам уверенность, что они не погибли зря и не были захвачены зря. И эта память вместе с этими растениями будет только окрепнет и вырастет. И надеюсь не только на земле, но и в сердцах, в душах горожан, жителей нашего города Холон. И это действительно искренние жесты, к сожалению, это не муниципальные программы, как все обычно оказывается. И после начала войны руководство города оказалось не готово ни к чему. Это все было силами волонтеров, частными инициативами сделано. Но это не только в Холоне, я говорю в частности о Холоне, потому что мы к этому привыкли. И наше городское руководство никогда не знает, что придет зима и пойдут дожди. У нас не готовы ливневые канализации. Они не успевают приготовиться к тому, что ничего не меняется из года в год. И все время как в первый раз. Вот это одна из целей, почему надо менять это все. Потому что жизнь меняется, меняются люди, мы куда-то стремимся. Это необходимые изменения. И я надеюсь, что молодая команда, которую я веду за собой, это и есть то новое, то молодое, ну я не знаю, лучшее, что есть в нашей стране, которая привносит с собой вот этот задор, вот это желание, вот это умение менять что-то к лучшему. Вообще, мне кажется, это один из главных таких, из основных столпов Израиля. Это вот общественная инициатива, общественная деятельность. Здесь каждый человек верит, что он что-то может изменить. И это то, чего, мне кажется, пока еще не очень есть у нас, у тех, кто недавно приехал из стран бывшего Санкт-Петербурга. У нас, да, пока есть такое мнение, что мы ничего не меняем, поэтому, может быть, и на выборы ходить не стоит и так далее. Но вот как бы донести эту мысль до вновь приехавших, что нужно обязательно пойти на выборы, которые у нас будут в Холоне в конце февраля, и нужно обязательно проголосовать. Это очень просто. Если вы хотите, чтобы вы могли прийти в муниципалитет и не ходить часами по коридорам, непонятно, к кому обратиться, у вас должен быть ваш представитель. Кому вы обращаетесь, приходите, говорите, я за тебя голосовал. Мы говорим на одном языке, мы думаем определенно одинаково. Если вы не хотите проснуться в городе после выборов, в котором нет транспорта по субботам, потому что вы не пошли, а другая категория людей пошла и проголосовала. И они взяли вот эту силу в свои руки и решили, что магазины должны быть кошерными, что в субботу не надо транспорт. Они должны будут со временем начать проверять ваши холодильники. Это же вы решаете. Вы приходите на выборы и говорите, я хочу, чтобы у нас город был светским. Я хочу, чтобы в городе были кинотеатры. Я хочу, чтобы в городе были квартиры для молодых семей. Но это очень просто. Это 5 минут один раз в 5 лет. Берешь вот эту бумажечку, приходишь на выборный пункт и говоришь, бросай этот листик, что бы ты хотел. На мой взгляд, я извиняюсь, но у меня обычно аналогия очень простая. Вот это вот бросание бумажки раз в 5 лет на выборах очень близко по смыслу к той записке, которую вы вкладываете в стену плача. Вы точно так загадываете желание. Я хочу, чтобы мой город был кайфом для меня и для моей семьи. И кладете записку с тем кандидатом, о котором вы думаете. На этом все решено. Но только в данном случае от вас действительно зависит, и вы действительно можете повлиять. Если там в стене плача, вы ставите записку и надеетесь на Всевышнего, то здесь вы надеетесь на себя. То есть здесь есть конкретно с кого спросить. Там мы только надеемся. Здесь мы можем потребовать ответ. Юрий, спасибо вам большое за этот интересный разговор, за то, что вы вообще выделили для меня, для нас время в своем занятом графике. У меня только одна последняя просьба. Может быть, вы устроите мне небольшую экскурсию по Ульпану, мы покажем подписчикам моим. Я думаю, что всем будет интересно. С удовольствием. Я вам только хочу сказать. Практически во всех городах отделения похожи друг на друга, стилем, эмблемой и цветами. Потому что мы берем и строим эти классы. Мы их сами планируем, мы сами придумываем, как нам бы хотелось учиться. Добро пожаловать! Вперед! Пойдемте посмотрим. Продолжение следует... Ну что, вот в этом классе мы только что писали интервью. И вот так выглядят все классы, да? Вот так выглядят примерно все классы, где у нас абсолютно все. Начиная от компьютера, дальше у нас есть карта нашей страны. И заканчивая продуктами, которые есть в израильских супермаркетах. Для того, чтобы люди это могли понять, что как называется в Израиле и что мы покупаем. Ну это, кстати, отличная идея, потому что я ничего не знала, всему училась на практике, у блогеров. А тут вот все так наглядно, видите, как здорово. Пойдемте дальше посмотрим. Пожалуйста. Вот так выглядят классы. Ну, просторно. Очень много места. Называются дни недели. Здорово. И зная, что у нас солнце 10 месяцев в году, мы специально заказали жалюзи, трисы, которые называются в Израиле, чтобы солнце нам не мешало учиться. Здорово. Прохладно везде, но кондиционеров я не вижу. Тут общая система кондиционеров. У нас экологическое зеленое здание, у нас воздух забрасывается с крыши и кондиционер его только охлаждает, чтобы не ощущалась нехватка кислорода. Тогда студенты меньше зевают. Все классы вроде похожи, но все равно разные. Каждый класс чем-то отличается друг от друга. Есть своя индивидуальность. Это и от преподавателя, и от группы. Это зависит от многих факторов. Но хочется, чтобы люди, и люди привыкают, они приходят и говорят, почему не в своем классе. Вот это свое, это радует. Значит, люди приняли это. Конечно, как домой уже приходили. Есть проектор, вижу. Везде. Везде, да? Абсолютно везде есть проекторы, камеры, колонки, динамики. Абсолютно все. Здорово. Как красиво солнце заливает. Класс. Поэтому мы и закрываем. Потому что с утра сложно учиться, когда солнце активное. Загорать можно. Надеюсь, что не только загорать, еще можно и учиться. Да, это правильно. Это, конечно, главная причина, по которой люди ходят в Ульпан. Здорово. Место учителя. Все уютно. Вот все есть и ничего лишнего. Ну, мы постарались создать им обстановку, атмосферу, чтобы люди могли... У них есть кофейный аппарат с хорошим кофем, но по студенческой цене. Сегодня обычно тейки-вей кофе на улицах стоит порядка 12 шекелей. Цена для наших студентов тоже зерновое кофе. Тот же аппарат Зануси. Но цена для студентов у нас 4 шекеля. Вот это да. Сколько я потратила шекелей за время обучения в Ульпане на кофе? Не сосчитать. Красота. Какие-то классы чуть больше, какие-то чуть меньше, да? Какие-то классы оборудованы в каждом столе. Сделана розетка Wi-Fi, сделана электрическая розетка, чтобы можно было заряжать телефоны. Это компьютерный класс. У нас есть лэптопы. То есть есть профессиональные курсы, где люди изучают профессии. Есть бухгалтеры, есть расчетчики зарплаты, есть турагенты. Есть люди, которые учатся в компьютерном направлении. Это Java, это Cyber. Это руководители сетей. Я перевожу северита. Поэтому Эминейли Решитот, я думаю, что это руководитель компьютерных сетей переводится. Есть косметологи. Для каждого оборудовано свое помещение. Вот идемте. Соседнее помещение – это класс для ассистента врачей-стоматолога. Ух ты. Неожиданно. Вот это класс, в котором занимаются ассистенты-стоматолога. Это их оборудование. Это их кресло рабочее, в котором они полностью проходят все. После окончания курса мы единственный колледж в Израиле, который не просто обучает. Мы знаем, что люди учатся, к сожалению, не только для удовольствия, а для того, чтобы они могли зарабатывать и содержать себя. Мы гарантируем трудоустройство любому человеку в договоре после окончания нашего курса. Вот это да! У вас прямо школа жизни настоящая. То есть вы выпускаете птенцов уже, которые умеют летать. Их прямо трудоустраивает. Это может быть Макаби Дент, это Клолид Смайл, это может быть частный рынок. Но 100% студентов по окончании получают место работы. Вау! Привет, Катя! Здравствуйте! Вот это Андрей, о котором мы говорили. Он у вас прямо вот висит на главной доске, чтобы всегда помнить. Но не все учились с ним в одном классе, а хочется, чтобы люди знали и помнили. Вот это вот основной мозговой центр всего колледжа. Такой наш центр управления полетами, где работают девочки, менеджеры. У них есть экран, они видят практически все классы. Они могут онлайн контролировать ситуацию во время процесса учебного. Это и есть тот мозговой центр, на котором это все держится. Это девочки, которые всегда ответят на все вопросы, все подскажут. На любом языке мира. О, даже так! Прекрасно! Вот так мы отмечаем все праздники. Это праздник Пурим. Это открытие нашего парка. Друзья, я еще напросилась в кабинет к Юрию. Давайте пойдемте посмотрим, что там. Он согласился, вежливо согласился нас туда пустить. О, а вот это те самые ребята из Холона, да? Да, это все ребята, погибшие во время этой войны 7 октября, жители Холона. Это больно смотреть на эти молодые, красивые лица, улыбающиеся, которые, к сожалению, отдали жизнь за нас. С ума сойти! 20, 22, 23 года, 21. Совсем все молодые дети. Это, конечно, больно. Вот это мое рабочее место. А вот большой экран, где вы наблюдаете. На котором мы можем наблюдать абсолютно все города, что происходит, в каком отделении. А классы сейчас пустые, потому что сейчас перерыв в занятиях, правильно я понимаю? Буквально через 30-40 минут классы заполнятся студентами, заполнятся шумом, суетой. Это именно то, что и дает пульс, ощущение вот этой жизни, вот этого движения. То, чем мы пытаемся руководить. И я надеюсь, что у нас это получается и неплохо. Юрий, спасибо вам большое еще раз за разговор, за уделенное время, за то, что все нам показали и так подробно рассказали. Огромное спасибо вам, что нашли время, что мы вас заинтересовали. Мы надеемся, что заинтересовали не только вас, а и всех ваших огромную армию подписчиков и зрителей. Мы всем передаем огромный-огромный привет из Израиля. У нас есть очень много хорошего в стране, в том числе и вот такие прекрасные ведущие и блогеры. Спасибо, что нашли время для нас. Спасибо, ребята. Ну, не поскупитесь на лайки и комментарии, пожалуйста. Нам будет очень приятно. Спасибо вам огромное. Приходите к нам, мы всегда рады вам. Благодарю.